Давайте встречать гостей нашего шоу! Это Асхат Ибитанов, Дуржан Хабулбаев и Бека Изи! Спасибо большое, что пришли, что согласились здесь рассказать свои какие-то постыдные истории. С каждым словом все меньше и меньше хочется, если честно. Спасибо большое, что пришли. Вы не знали, куда вы пришли. Да, мы просто говорим, это будет шоу веселых историй, а потом здесь уже на сцене говорим, это будет постыдные истории. И вы знаете правила, правила у нас такие, что вы рассказываете истории постыдные, и самая непостыдная история, ее автор делает какое-то наказание, которое выбирает обладатель самой постыдной истории. У нас есть карточки там лежат, на них какие-то очень странные задания, наказания. Мы есть ощущение, что выглядим как будто какая-то рокерская группа, все в черном, но у меня какое-то другое настроение сегодня. Да, и ты в шортах еще. Да, еще с сюрпризом пришел. Ты знаешь, ты как будто… Я пришел вам что-то рассказать кому-то. Да, ты как будто с пляжа пришел. Так есть. Да, вот. Это импровизационное шоу, не всегда будет смешно. Мы вам показали пример. Надо было долг сказать, да? Ну ладно. Да. Но рады, что вы поднимаете контекст и не смеетесь, типа, специально. Что вы, типа, если не смешно, мы не смеемся. Вы не специально не смеетесь, конечно, но… Да, только мы с тобой смеемся. Проверили еще раз. Хорошо. Ну, все, спасибо большое, что пришли. Смотрите, у меня для начала есть своя история, которую я расскажу, просто чтобы все примерно хотя бы немножко, типа, разогреть публику. Потому что у меня много разных странных историй, которые, ну, очень… Я не знаю, я не знаю, как там себя вести. Собственно, вы сегодня и будете рассказывать эти постыдные истории, в которых вам было стыдно… Но ты не проиграешь сегодня точно, да? Да, я веду. А, крутое шоу-то придумал. Я поэтому и сделал так, чтобы я ни одно задание не делал. Так, смотри, у меня был такой случай, когда меня позвали выступать в караоке со стендапом. Я пришел в караоке, и там меня встретил арт-директор. Арт-директор, он такой, ну, типичный, который такой… Йоу, бро, как дела, бро? Вот такая кепка на бок у него была, нет? Нет, у него были волосы вперед и вверх. Он, типа, думает, что он единорог. Кристиан Рональд, 2007 год, да. Да, и он такой… Йоу, бро, как дела? Он еще, блин, обычно в сороке, да, но… Да, у него уже морщины, но он старается укладывать свои силы волосы. И у него вайбом вот эти уебуинские фотки в инстаграме, типа, кипятком. Вот это вот клуб с фонариком или папарацци. Делан еще вот так как-то. Да, да, да. Надо будет удалить такие фотки у меня. Я тоже сейчас вспоминал свои… Я не знал, что людям не нравится. Ладно, окей. Да, и вот он, короче, говорит… Я говорю, что выступать? Когда? Он говорит, смотри, сейчас мы перед тобой. У нас будет шоу. Будет вау, бомба вообще. И потом ты выйдешь. Мы разогреем зал и потом ты. Это будет сюрприз. Он говорит, ну, все, хорошо. Я стою на баре, жду. И говорю, что выступать? Когда? Он говорит, сейчас, сейчас, сейчас. Ну, и вот так вот время тянет. Сейчас, сейчас, сейчас. И потом я смотрю, вот так вот открывается… Это был общий зал, а тут открывается випка. Оттуда выходит где-то человек, ну, 20 красивых девушек. Очень красивые. И они становятся возле сцены. На сцене появляется оперный певец в смокинге. И он начинает петь песню какую-то. Элвис и пресс. И выходит парень с большим букетом цветов. И он вот так вот спускается по лестнице. Подходит к одной из девушек. Вот так кладет, ну, отдает кому-то цветы. Так становится на одно колено. Открывает коробочку. И вот весь зал начинает просто в центр смотреть. Музыка стихает. Этот певец перестает петь. И он такой, Айдана, ты выйдешь за меня замуж. И она такая, извини, нет. И уходит, короче. Она убегает в випку опять. Девчонки такие… И просто уходят. И випки от него закрылись, да? Да. Там прям, слушай. На два оборота. На два оборота, прикинь. И он вот так вот трясет. Его пацаны поднимают. И такие, да все хорошо, бро. И он такой… И тут подходит арт-директор и говорит, вот сейчас выступаем. Конечно, у меня как раз шутки про семью. А кто-нибудь расставался с девушкой? Кто-нибудь расставался с девушкой? Кто-нибудь расставался, да? Ладно. Кто расставался? Нет, нет. Все, помилите. Я буду историю рассказывать. Ну вы, конечно, спалите. Ну ладно. Всех же бросаем. И ты как поступил? Как зашел? Нет, я не стал выступать. Серьезно? Да, но я и предоплату не вернул. Я более предусмотрительный, чем этот парень. Ты ему еще хуже сделал, получается. Это вот этот парень, который делал предложение, он тебе заказал. И ты такой, я не буду спать, прости. И тоже убежал. И на этот момент випка открылась, тебя впустили, вещь закрылась. Ну знаешь, самое странное было смотреть на этого певца. Потому что он стоит вот так. А там музыка фоном чуть-чуть играет, типа. Прям вот такой. И эти успокаивают. А у меня почему-то такое предчувствие, что он не взял оплату. Ну что, он стоит? Ну, если бы он взял оплату, он бы просто, как я, ушел бы просто сказал. Ну ладно, не судьба. Давай. Да. А он вот так стоит, и этого вот так уводят, и он за ним идет. Мне вот интересно, почему я вот, я был сам два раза свидетелем, когда девушки сказали, нет. Серьезно? Тебе? Не-не-не-не. Брат? Не-не-не-не. Не-не-не. Просто вот люди собрались, да, там, предложение, все. И она говорит, нет, можно я чуть-чуть вот сейчас перед сценой сказать, типа, я подумаю хотя бы. Или там, да, потом сказать, отвести, нормально. Вот это вот. Как-нибудь в другой раз. Ну, хотя бы что-то, потому что говорить, нет, ну это слишком стрёмно. Ну это, я не знаю это. Ты как представляешь ситуацию? Типа, он говорит, ты выйдешь со меня, я подумаю, и все таки, уууу, и дальше куража. Она подумает! Эй. Ай, шампан'Saio открывает. Знаешь, что эта пресс-стена такая, где фоткаются все, она подумает. Не он. А она в сторисе, I say подумаю. И просто в руках без кольца. Мне кажется, это просто... Я буду с тобой всю свою единственную жизнь. А потом, когда я не хотел тебя позорить, я не хотел тебя позорить. Уже двое детей, папка сидит, я пойду тебя позорить. Хорошо. А так ты мне не нравишься. А так у меня парень есть. И парень ждет возле караоке такой. Что-то она долго, бля. Не, а как ты представляешь тоже? Опять представим ситуацию. Он говорит, ты выйдешь за меня? Она говорит, да. Ну, потом, чтобы навевать его. И они куражат. Он веселый весь день. И потом она такая, дай я тебя, чтобы пожалеть. Ну, это суицидантно. Это еще жестче. Прикинь, ты даешь надежду, а потом забираешь. Это все равно, что сейчас тебе позвонит, я не знаю, Джессика Альба и скажет, я сейчас к тебе выезжаю. А потом через час скажет, а, нет. Сразу видно, да, наше поколение Джессика Альба. Так, минуточку, она классная. Сейчас там у них уже новый, брат. Я потом расскажу. Хорошо, давай, давай, назови кто. Я не знаю, это уже старый, брат. Прикинь, София Ротару. Там сейчас у них дуалипа, вот это все. Или это тоже нет. Кажется, уже тоже опоздали, брат. Дуалипе уже сорок. Ну, мне кажется так. Ты надеешься, да, в смысле? Нет, в смысле. Почему-то, знаешь, как будто раньше время медленнее было. То есть, если раньше звезда, она, типа, 10 лет, 20 лет, а сейчас звезда, типа, вчера живут. Ты РЛТВ смотришь, да? Периодически уже все, возраст, все, мы старые, мы старые, надо смириться. Ладно, давай. Бека, а тебе сколько? Мне 26. А, молодой. Джессика Альба, это, короче... Это вот лапочка. Она вот раньше на тетрадках была, да, на общих? Джессика Альба. Ты застал? Конечно, не самая лучшая ассоциация. У меня на дневнике было у нас, посерьезные отношения были. На весь год. Длительные. Да. У меня тетрадки были обычные, зеленые. Тяжело тебе было дрочить. Я на вот эти вот... Я на вот эти вот... Я на вот эти вот полоски... Я до сих пор полоски вижу, я возбуждаюсь. Полоски, гостиница, Казахстан, да? Как тебе дорогу тяжело переходить, да? Землю увидел, кажется. Он чуть раньше по факту на дорогу выходит. Вот так скажем. Да, я чуть-чуть сутулись. Ну что, начнем рассказывать свои истории? С кого начнем? Давайте из меня. Какая-нибудь постыдная история от Асхата и Бетанова. Давайте похлопаем. Сразу дисклеймер. Алкоголь — это зло. Я против него сильно. Но в какое-то время я сильно любил это. Это было прям в возрасте, когда мы в универе учились. Есть ощущение, что мы в клубе алкоголиков. Мы такие, привет Асхат. Учились в универе и... В клубе алкоголиков ты чуть-чуть больше исправился. Как будто, знаешь, чисто сатана. Уже лучше. Я вот этот, который тебе нужно принять себя. Который уже наставником стал. Который, знаешь, его все старые друзья знают, что он жестко бухал. А новые говорят, да не, он же веган. Пожалуйста. Произошел день, вот этот у всех пацанов, кажется, в жизни был. Когда куда-то уезжают родители. Вот когда хата освобождается. У меня Пахан намного раньше уехал. Пахан хату освободил, когда мне было пять лет, а мама... И вы с мамой лет двадцать жестко тусили, да? Прям жестко. А мама вот, когда девятнадцать лет, ее в командировку отправляет. Я такой, все. А тот девятнадцать лет, тот возраст, когда ты алкоголь любишь больше, чем девчонок. Ну и шанс больше. Поэтому ты затягиваешь на хату алкоголь именно. И своих друзей. Шанс больше. То есть ты еще алкоголь мог сказать, нет, братан, я к тебе не поеду. Ну и из-за, блин, тогда денег было вообще очень сильно нет. И мы, короче, все с друзьями собираемся, покупаем алкоголь, пьем. На квартире? Да, на квартире. Это все очень плохо. И сразу вам концовку расскажу. Вы когда на хату заходили, камеры проверяли? Нет? Нет. Да, я на всякий всегда проверял. Тогда не было. Я знал, что не было. Тогда не было. Она понимает, что ее старый. Тогда не было такой хони. А вот эта, которая на Джессика Альбе громче всех смеялась. Не знаю, я на всякий всегда проверял, когда дома что-то не то делал. И спойлер, начало расскажу. Мы, короче, погуляли. Я все дома вылезал, все убрал идеально, вообще не спалить. Все проветрил, никто не спалит. Все вот это убрал. Мама приехала и говорит, вы что, бухали дома? Так, простите, здесь кто-то тик-ток смотрит параллельно с нами. Тоже Асхат говорит, да, как будто? Да, параллельно. Тебя и по телеку, и тут показывают, мам. Да. И я, короче, говорю, типа, не пили, с чего ты взяла, мама? Она говорит, ты бутылку водки не убрал с под стола. Вот такой случай был. Из руки, прикинь. И вот, короче, мы пьем. Я думал, я вот так убирался. Ты убирался вот так вот. Еще пил по дороге такой. И водку потерял, и очки не мог найти. И ты без очков. А где очки? Очки выкинул. Чтобы мама не спалила. И этот. Все. И в какой-то момент в каждой вечеринке происходит желание купить еще. И мы вышли на улицу с другом вдвоем. Заметил, что когда вот это появляется желание купить еще, вот это еще, оно чуть статусом похуже, этот алкоголь. Да. Я просто недавно задумался, что коньяк, это вот вторая ступень пьянки. Ну, никто не говорит, типа, давай сразу начнем. Это обычно, типа, бля, только... И сразу дополняют, после этого сразу. Не, еще докупают самые алкаши. Есть такое? Что, типа, никто не хочет же идти? Да, да, да. Самый, у кого мотивация есть. Да, да, мотивация. Нет, нет, ты уходишь, короче, ты говоришь, давайте еще купим. Ну, тогда иди бухать, если хочешь. Иди. А потом все бухают все равно. А алкаш ты, блин, потому что сходил. Ты мне глаза раскрыл только что просто. А, ты ходил, да, всегда пошел. Извини, брат. Я думал, потому что я самый спортивный. Они тоже так думают. Асхот, ты же спортик, сходи, пожалуйста. Похвалили меня еще. И этот. Я пошел с другом вместе, вдвоем. Не один я такой, как ты говоришь. И мы проходим, выходим в мой двор. И я вижу, вижу. Настолько старый. Я вижу. Мне кажется, они поэтому тебе сказали. Иди, ты сходи. Сидишь, вяжешь здесь. У нас здесь тусовка, а ты здесь свои варежки делаешь. И вот эту сумку с колесиками возьми свою отсюда, иди. Авоська, которая? Нет, авоську. Я увидел. Как вам такое? Что на... Увидел, правильно будет. Углядел? До того уже. Увидел. Да. Магазин? Да все, блядь. Все уже, блядь. Они в жизни ни разу не ошибались. Вдвоем ударение перепутал. Не все, а фысю. Вот вся моя история. Оберился. Ну все, ты проиграл. И этот. Увидел на турнике. Блядь, каждое слово проверяем в голове. Висит ковер. Ночью. Соседей? Да, ночью. Это, ну, мы не днем, блядь, за водкой пошли. Наполнительной. Мы не настолько конченые, прям. Ну, понимаешь, когда говорят, типа... Три часа ночи. Ты спортсмен, иди. Три часа ночи. Ровно три часа ночи. Три пятнадцать. Так помнишь точно? Вот я слово вижу, не знаю, блядь. И висит ковер соседей. Кто-то забыл. Бывает такое, повесили и забыли. И у меня в голове сразу бизнес-идея. Я такой, сейчас. Мы этот ковер забираем, продаем. Ну, а ковер выглядит прям охренительно. Вот как Джей Скальба, примерно. Прям, ну... Это значит, круто прям. И прям охота. Ну и старенький. Подожди, это твой друг? Да, возможно. И этот... И как будто надо его украсть. Ты понимаешь это? Мы... Ну я... Как будто надо его украсть. Он такой висит и такой укради. Давай, давай. Давай, сделай это. То есть, ты вначале предупреждал. Вначале предупреждал, я против алкоголя. Но сейчас говоришь, надо украсть. Да. Против воровства. Да. Растал нормально тему. Все, попробуйте все. Я просто уточнил. Ага. Не, шучу. И этот... Я понимаю, что надо украсть. На тот момент. Тогда понимал, что надо украсть по-любому. Но давайте... Я не прям плохой парень. Я дал шанс соседям. Я говорю, мы сейчас уходим в магазин. Если вернетесь, то, блядь, ну извините уже. Это уже наглость с вашей стороны. Мы пошли в магазин. Нет, ладно. Мы не дошли до магазина, потому что я думаю, они сейчас заберут его. Они-то гниды те еще. Так ты соврать хотел сейчас. И ты, получается, откладываешь пряжу в сторонку. Да, да, да. Представляете, ради этого ковра я отказался от алкоголя. Да. Это вот этот ковер старый, который ты смотришь и медитируешь. Нет, там прям... Обальный? Вот такой ворс, вот такой, вот типа... Ну чуть-чуть увеличил, ладно, типа такой. Это матрас, наверное? Может быть. Вот такой вот. В смысле прям обальный? Не маленький коврик? Нет, блядь, ты думал дорожка там? Все, все. Которая вот эта... В туалете. Так отреагировал, как будто я его жену оскорбил. Просто ковер сказал, маленький. Нет, ну. Ты что, я ее люблю. Вот этот ковер он. Вот. Я с другом его оформляю. Упаковали мы. В смысле, оформляете? А? Как оформляете? Бля, там женщина стояла, мы подошли к ней, документы дали. В смысле, собрали мы красиво. Ну, собрали так и скажи, оформляю. Как будто в ЦОН поехали там. Блядь, регистрацию поставили, блядь, в очереди отстояли. Брат, ну, ну, друг прям, скажи, мощный. Пошел в слезал. Кашкой, когда никто не хочет, как черт последний. Ковер не сверил. Ты с ним общаешься сейчас? Нет. Или он сидит сейчас? Или я конец пробил историю? А это реальный человек? Кто? Мой друг? Вообще никого не было, да? Сейчас скажешь, мы взяли ковер, полетели на нем. Все. Мы не оформляли ковер, мы его упаковали. В пищевую пленку прям. Нет, не в пищевую пленку. Мы просто вот так вот чик-чик-чик, вот эту базуку сделали. Вот когда ты идешь, как командос. Да-да-да. Домой вот так. Когда надо вдвоем тащить, потому что настроения нет у ковра. Когда ковер импотент. Такое изменение не могу. Нет, мы вдвоем прям тащим. Очень круто было, кажется. И мы еще дождались, чтобы никто не видел все вот это. В голове выглядело все хмительно. А через лазер проходили вот это вот? Возможно. Или соседи не поставили? Нет-нет. И мы заходим домой ко мне. И я такой, ну нельзя держать, это улика дома. Она сейчас отпечатки оставит дома. И я такой, у нас еще друг есть один, который за рулем был. Я его бужу, я говорю. Он такой, что там? Или как посмотрел. Я говорю, что там? Я говорю, мы там ковер украли, надо в твою тачку положить. Он говорит, хорошо. Я вот от этого в шоке. Он просто согласился. Нормально, блядь. Обычный вторник. Мне нравится, что ты стырил ковер и всех остальных осуждаешь. Это такие... Твоя в целом идея, но ты такой... Это я просто думаю, вдруг в суд попадем в итоге. Я такой, они тоже плохие. Вот так я с собой затяну их. И мы выходим на улицу с этим... Ну мы его уже грамотно упаковали, оформили. Меня очень сильно поразило, опять-таки, что второй друг очень плохой. Он начал мой ковер тоже сворачивать, домашний. Я говорю, ты что творишь? Он говорит, да блядь, это тоже толкнем сейчас. Я говорю, успокойся, это мой. Он уже по сути фирму открывал. Он уже увеличивает наш бизнес. И этот... Нашу бизнес, я сказал. Нормально она? Да, я тоже это вижу. Мы научились прощать, брат. Все, спасибо. Вы хожу на улицу. Блядь, вы будете историю рассказывать, я как шакал буду сидеть. В смысле, молча? Нет, выть буду на вот это. И этот... Взял ковер, не смог открыть багажник, поэтому просто в салон. Вот это, когда окно одно открываешь... Да, так и было. Насквозь, по диагонали. Нет-нет, там кабриолет, покинь. Очень круто жили. Нет, вот именно, что он не поместился. Мы его не смогли упаковывать, он дорогой. А дорогие они же не вот эти, блядь, шала вот эти. Нет, ты упаковал их. А вот этот, который несгибаемый, вот это. С характером ковер. Который вот так вот. Да-да-да. И мы его укладываем, окно открываем. Через окно он торчит, все нормально. Самое ужасное, это я уже потом утром думаю, ужас. Машина припаркована возле этого турника, блядь. В смысле, смотри, тачка стоит и по бокам ковер торчит? Да-да. Вот так пресс можно качать. Мы тоже не тупые, с одной стороны только торчит. Он вот так вот, знаешь, он как будто открыл окно и вот так вот. Эй, хозяева, я поднялся. И мы уже все, купили алкоголь дальше. Уже думаем, спать нельзя, надо продавать. Соседи проснутся, нам этот кипиш не нужен. Мы будем вот этого, который бесхлебетный, который бесхарактерный водила наш. Он тоже поддельный. Он, в смысле, амеба? Да. Он сильно был трезв. И вот он сел, и мы поехали в самое идеальное, по моему мнению, место, где можно продать ковер. Куда? В мой университет. Это в политех. Политех? Мы поехали в политех продавать студентам ковер. Потому что студенты платежеспособны и жестко. А, ты в политехе учился? Я в политехе учился. Ну, видно сразу, знаешь рынок. Да, да. Сейчас продадим, нормально будет, вообще в кайф. Я знаю много студентов разогрупп. Я просто реально вот стучался, звал чувака кого-то, он с лекции спускался. Я говорю, ковер нужен? Я его еще помню оценил 25 тысяч. Я думаю, нормально. Это самый странный сетевой. Я такой, 25 тысяч, нормально? Сразу скажу. А какой это год? Год какой? 2022-й. Нет, нет, нет. 2023-й. О, блин, ёбнус. Сейчас не знает, какой год. В каком году история происходила? 2009-й. 25 тысяч, нормально так? Я... Это же целая хата. Ты капец хапуга. Да? Я бы с вами не сидел бы, если ковер продал бы. Я бы поговорил. Ты бы еще из дома продал. А? Ты бы еще из дома продал. Я это, да. Я до 5 тысяч опустился уже, если честно вам скажу. Уже бизнес не попер почему-то. Да, да, да. Я же пьян же, у меня настроение, знаете. Я говорю, ковер нужен? Они говорят, нет. Я говорю, спросил однокрупника. Он говорит, а не нужен никому ковер? Я говорю, спроси, спроси. И он уходил, я ждал такой. Ты еще уверен? Такой ща кого? Кто-то точно возьмет. И он почему-то не выходил, я такой. Ладно, ладно. И к другим шел. И вот так вот две пары, первую вот так вот езжу, езжу. Потом я думаю, ну реально, что за я глупый парень? Потому что городским зачем ковер? Как он домой повезет ковер? Общаговский. Ага. Им предложил. Что у них в общаге нет уже ковера? А вот тут бац и ковер. Я рассрочки придумывал, я вам расскажу. Я, типа, со стипендия, знаешь. Чуть по пять тысяч будешь отдавать. Вот такая. Никто ничего почему-то не соглашался. Мы пофоткались везде с ковром. Вот это все. Приколы замутили. По всем корпусам, по Караганде покатались. Прости, а ты вот пьяный ходил по универу. И можно было так? Ну да. У нас уклон такой был универа. Полетел. Алкогольный? Да. И этот... Да нормально это было в те годы. Еще нормально. В те годы. И этот... И все. Я... И в какой-то момент я трезвею. Я такой думаю, это плохо. Все, что мы делаем, это очень плохо. Я трезвею. Все. Вот я уже хорошие вещи делаю. Я трезвею. И понимаю, ковер надо вернуть обратно. Мы прилетаем во двор. Даже... На ковре. Не прям сильно протрезвел. Ты такой... I can show you the world. И там с тобой друг сидит. Да, у меня после этого случая чуть Аладдин назвали. Какое-то время... Блин, я думаю, там в конце он с ковром этим бегал и возвращается, а у него хаты нет. Просто мгновенная карма такая. И мы приезжаем. Дождался пока во дворе никого нет. Хата на турнике висит. И соседи говорят, это наша хата всегда тут была. Возвращаю ковер на турник. Все, он висит. Все... Все нормально. Ну, уже день потерян студенческий. Я иду спать, открываю окно. Вот так. Я слышу, как соседка говорит другой соседке. Надо понимать еще. У меня репутация во дворе обалденная. Вот эти все соседки, они меня сильно любили. Типа в очках ходят. Начитанный. Спортсмен. Политех поступил. Очень хороший университет. Недавно базуку себе купил. Спортсмен. Вязать умеет. Вязать. Хороший парень. И соседка, другой соседка говорит, представляешь, повесили вечером ковер. Ночью вспомнили, что мы его, говорит, забыли. Сразу просыпаемся, бежим. Турник пустой. Ужас. Украли. Расстроены. Легли спать. Утром просыпаемся, ковер висит. Опять летает, сука. И по идее ничего плохого нету, та же есть плюс. По факту я просто ковер взял и покатал по городу. Показал, где учусь, пофоткал его. Да, брат, это история любви прям. Мне было прям сильно стыдно в какой-то момент. И мне очень сильно один раз разматривало, что мы так же ковер повесили во дворе и забыли. И мама говорит, мы ковер забыли. Я говорю, сейчас я схожу, мама говорит, не, не надо, что с ним будет. Я такой, я схожу, блядь. Мало ли, алкаши какие-то будут. Давайте поаплодируем. Бейка Эйзи и его постыдная история. Постыдная история. Да, постыдная история. Мне было где-то 14, наверное, примерно лет. Я поступил в колледж, первый курс. И только познакомился с пацанами. А нет, уже примерно зима была, мы уже нормально начали общаться. А до этого только с девчонками? Нет, в смысле, с садогруппниками, да-да-да, с группашами. Ты куда поступил, в 14 лет? В колледж, в колледж. В 14? Да, очень рано пошел в школу, потому что умел уже писать, читать, короче, ну умным. Понимаете? Да. То есть, ковер бы не продавал? Да, что продавал? Асхат. А поступил в колледж? Да, потому что меня выгнали, кстати, со школы. Ты слишком умный, вот так? Да-да-да. Мы уже не можем тебя ничему научить. Иди. А в какой колледж ты поступил? В Караганде, кстати, аж в карагандинец тоже. Да? А какой? А это имеет значение? Да. Там колледж в колледже рознь. Блин, эээ... Ты просто так сталкивался. Скажи Гарвард, брат. Гарвард, скажи. Ты такой умный, ты не в колледж, а в колледж поступил какой-то. Нет-нет-нет, просто я к тому, что... Я к тому, что почему я так рано поступил, потому что я... Тебя выгнали. Рано пошел в школу, рано пошел в школу, да. Получается... Я умный был. Хорошо. Вот, короче. Скажи колледж какой-то. МГТУ он как-то назвался. МГТУ еще говорит. Подожди, МГТУ? Он возле дома был, да? Я учился в МГТУ. Я там, по идее, финансист должен быть. А ты с Караганды? Да. Я в МГТУ. Если у вас есть дети, не отдавайте их туда. Да-да-да. А его закрыли уже, правда. Вы в натуре в трое могли в Караганде собрать? Нет, его закрыли. Чисто из-за меня приехали, да, получается? Извини. Спасибо, пацаны, спасибо, пацаны. Спасибо большое. Спасибо. Просто проверить, что ты не картинка. Да-да. Короче, это была зимой, история была зимой. Мы решили что-то... У кого-то то ли был день рождения, то ли какое-то мероприятие было. И мы решили снять квартиру, тусануть там, короче. Девчонок позвали нам. Девчонок, в смысле, одногруппниц тоже, я имею в виду. В смысле? Чтобы они кушать приготовили, мы решили... Да-да-да, чтобы они кушать приготовили, да? Да-да. Чисто для этого. Нет-нет-нет. Вы же приготовили там... Вы сексисты. Да, сексисты. Ага, хорошо. Вы юные сексисты. Приготовили кушать и домой пошли. Вот такая у вас, вот такая достанность. Ну типа, ты знаешь, нам было по 14 лет, ну мне было по 14 лет. Ну типа, мы хотели выпить, достали, во-первых, алкоголь, это было тяжело достать. 14 лет, конечно. 14 лет, да. В смысле, физически достать рукой вот так? В том числе, в том числе. А так продают, пофигу. И вот, короче, мы сняли квартиру. Девчонки приготовили жаркое. Что-то начали пить, короче. Не зря пришли, они девчонки. Пришли, они жаркое. Ага, да. Короче, все было классно. И нас, типа, человек... Трехкомнатная квартира, у нас человек, типа, ну примерно 15 человек в нас в квартире. Все что-то тусят, общаются. А сколько человек в комнате получается? В одной комнате? В момент, когда... Пятнадцать человек, трехком. По пять. Натуре уны, бля. Прости, что рассказал. Все, извини даже. Да, да, да. Надеюсь, ты пожалел, да, о том, что ты сказал? Оказывается, тебя взяли в МГТУ. По делу взяли? Да. Вообще, в МГТУ все вы учились, те, кого выгнали со школы. Да, по любому альбому. Ну это было возле моего дома, на Чикалово. Кто знает, в Караганде, вот. Кто с Караганды, на Чикалово, да. Я пешком ходил, мне даже на автобус не надо было тратиться. А там все пешком ходят. Даже те, кто далеко. Караганда очень большой город, на самом деле. Да. И очень классный город. Я сильно его люблю. Да. Короче... Так, я сейчас собьюсь, подождите, историю, где я оставился? Жаркое, жаркое. Жаркое, вот. Жаркое. Вкусное было, кстати, жаркое. Вас по пять человек в комнате. Да-да, по пять человек в комнате. Все нифигово. Пиво взяли, водочки, салат что-то там нашинковали, лучок там. Все, короче, красиво. Он, кажется, сейчас уйдет. Нет такого? Короче, все, нифигово начали. Ну, с пива начали по классике. Начали пить домой. Ты уже в 14 лет такой был, да? Да. Водочки. Нет, а я был за водилой, я все это придумал. Типа давайте. Вот такой вот. Староста был. Ну, и почти, да. Такой староста, гулянок. И, в общем, начали бухать. И на таких тусовках всегда, всегда есть кто-то, кто залетает. Никто не знает тебя. Просто приходят на хату. Это чей-то Кент. Какого-то знакомого, короче. Да, и он еще всегда... Его спрашивают. Эй, это же... Баура, Кент. Баура. Типа, да. А все уже полупьяные. Всем похуй, типа. Всем компания там, веселуха и так далее. И в какой-то момент к нам в квартиру заходит девушка. Вот сейчас я хочу ее описать, чтобы вы поняли примерно, какая это девушка. Во-первых, она вот такая крупная, очень большая. В норковой шубе. У нее лосины в угах. И она вот такие сережки большие носит. И у нее еще такая... Блядская красная помада. Да, да, да. Сто пудового. Ваша общая знакомая, что ли? Я ее знаю, она тоже с МГТУ. Не-не-не-не. Вся соль в том, что типа она по 14-15 лет. Ей типа 27-28. Она очень взрослая. К вам как будто верка в сердечке обошла. Ну, типа, да. Мы не будем горевать, будем танцевать. Залетает на хату. Короче, она заходит. Есть ощущение, что она вот на вот это пришла. Водочка вот эта. Да-да, по-любому, по-любому. Просто такая... На запах. Типа... По-моему, я там Шалпан что-то такое. Как-то звали ее. Там Шалпан такая заходит. И нам мыть все щеглы. Естественно, она как лидер, короче, заходит. Типа начинает всех вот так посадила на кухне. Тебя сносит с власти, да, короче? Да, она конкурирует что-то со мной, короче. Я не могу понять. Она тебе объяснила? Почему она пришла? Она сказала, что она чья-то сестра, короче. То ли там, то ли девчонка какой-то. Типа, якобы кто-то взрослый должен быть там. Типа, я Егер и сестра. Ну, типа, такого, да. Заходит и этот... Мы, короче, все... Мы тогда курить только начинаем. Мы все боимся в квартире курить. Запах останется. Водку все нормально. Курили. Я пипах. Хулиган не лезь. Типа, невзотят курили. Знаешь такие? И она такая садится на кухне и говорит, я покурю, никто не против. Мы такие, ну здесь мы не курили. Да нормально, открой окно. Вот такая вот решала, пришла, короче, и сидит. Короче, ей кушать наложили. Вот так вот? Да, она, короче, пахала... Не, она так не могла ногу закидывать. А вот так? Да, да, да. Чуть-чуть добавила. Она была реально очень крутная такая. И мы ее даже боялись, но я боялся ее. Она у нее, знаешь, энергия лидера, аура вот такая вот. Заходит, она говорит, все, это ее хата, это ее комната, короче. Это ее тусовка. Мне кажется, день рождения ее была. Тупо отметил свой день рождения. Короче... Она прям сидела на кухне в этой норковой шубе? Не, ну она сняла ее, но, конечно, она продемонстрировала, что это норка. Тогда не знаю, почему норка была. В смысле, вдруг выпустила, она побежала? Продемонстрировала, что это там. Там было бы очень много норок. Это ее, да. Короче, она начала хайповать. Ну типа, хайпует, короче, что она главная, туда-сюда. Типа в новостях, да, ее показывают? Да, да. Да. Нет, нет. По поводу ее пошла. Ну в смысле, она там, среди вас, стала вот этой... Перемодила? Да, да, да. Но она сразу стала лидером. Лидером всего, короче, этого движения. Лидером вашей нации, так сказать. Примерно. И каков был ее дальнейший путь? Да. И тоже против вашей воли. Ну короче, она начала хавать нашу еду, блядь. Она почти все жаркое сожрала. Сука. А я так хотел кушать, я смотрю на нее, на каждую ложку, которую она берет, и кушает такая. Вот она и все, кто аппетит нахавает. Ну только, что брат ее тоже, семья, родственники захавает. Ну она была одна, как ни странно, она сидела, и она, знаешь, очень аппетитная, возьмет хлебушек, макнет ее в сок туда, картошечку, курочку, лучок такая. И берет 50 грамм вот так, пьет такая, ну давайте, выпивает такая. Я говорю, ну запить, она говорит, я после первой не запиваю. Я думаю, блядь. Короче, ну вы поняли, какой там человек, да, примерно? Блин. Я ее вообще начал бояться. Первый раз в жизни ведет человек, который вот так, ну 50 грамм полностью залпом пьет. Да, она еще, знаешь, мне кажется, она ест вот так вот, знаешь, как в средневековье, вот эту ножку берет, как чудовище. Примерно так и было. Короче, она все съела, всю тарелку. И всю тарелку съела, и девчонки... Подожди, а вы смотрите на это все? Да, мы сидим, блядь, мы в ахуе, блядь, вообще не понимаем, что происходит. Они, братан, не двигаются все это время, пока она там. Дух не заметит. Да, и знаешь, она доедает, вот так вот вытирает, и здесь тарелка такая. Ну, блядь, типа, да, короче. Совсем соглашается. Охуешь, если она сейчас зайдет? Че пиздишь про меня там, блядь? Да, блядь, я боюсь ее, я до сих пор ее боюсь, мне кажется, блядь, она где-то... Мы ее нашли. Это выйдет на ютубе, она меня найдет, блядь, потом где-нибудь... И схавает рой такой. Так, она схавала еду. Пиздец, у меня флешбеки сейчас. Все-все, брат, это все прошло, это все прошло. Все еду, блядь. Она свит такая. Нет, не надо. Истинная леди должна выходить из кухни с легким чувством голода. Нихуя себе! Я думаю, пиздец, ты вообще все съела, блядь! Салат схавала! Блядь! Я еще думаю, сука! Выбила все сигареты. Да, все сигареты, такая свит, бухает с нами. И в какой-то момент, в какой-то момент, что-то так получается, что с ней на кухне я остаюсь один. Мы остаемся один на один, блядь! Короче, и есть же такой момент, когда тебе неловко уйти, потому что она тебя что-то втирает, ты должен слушать сиденье. Да, когда пьяный человек приседает тебе на ухо. Короче, она что-то хайпует, рассказывает. Свечу не поджигала, нет? Не-не-не. Короче, надо сказать, что там еще была с нами наша одногруппница, Динара, которая мне пиздец как нравилась, короче. То есть вся вечеринка была ради нее? Ради нее, ну по сути, да. Знаешь, когда ты ждешь момента, когда ты поставишь медляк и позовешь ее? Ну, не настолько. Не знаю, на каких тусовках ты бываешь, блин, у нас такого не было. Типа, музыку ставить. Прости, а что вы делали? Вы ебались сразу? Нет, 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 нет. Кстати, я про такое даже не думал. Ну, типа, у меня были чистые намерения, девственные, наивные, понимаешь? А у меня в танце это не бачата, это медляк просто. Ну, короче, медляк — это слишком старперская тема, мне кажется. Сорро. Йоу! Типа, Джессика Альба, медляк, все вот это, короче. Вот это тема. Все. Простите, на медленный танец пригласить девушку — это классно. Короче, ну мы медляк не танцевали. Медляк еще подсеровал. Вы как папа с сыном, если честно. И, короче, ради динары это все было. Я сижу с ней на кухне один с этой таншалпан, и она мне что-то так втирает. И в какой-то момент, блядь, какая-то тишина. Сейчас будет очень такой, ну грубо будет. Она сидит, курит такая, смотрит на меня. Сколько тебе лет? Я говорю, четырнадцать. Ебался уже. Я говорю, нет. Она такая, целовался? Я говорю, ну, целовался, да или нет? Я думаю, блядь, нет еще. Она такая, иди сюда. И сидим, типа, вдвоем на кухне. Я наклоняюсь, и она мне выдувает сигарету в лицо в этот момент, короче. И начинает целовать меня, прям засосала меня. Я чувствую, как пылесос, блядь, и она... Может, она хотела и тебя съесть? Да, сука, богомолша, блядь, блядь, хотела сожрать, сучка. И, блядь, самое ужасное, самое ужасное, там, блядь, запах лука, блядь, всякая хуня, короче. Ты поэтому до этого говорил, вот лучок. Ну, там, да, акцент, думаю, на лучок, но она прям реально на него еще... Короче, мне прям неприятно. Ты же как раз жаркой не успел пахавать? Воспользовался бы сразу. Тоже ушел с легким чувством в голову. Мне было мерзко, честно, мне стало прям противно. Бегко-бегко, подожди, а зачем она тебе в лицо думает? Перед тем, как поцеловать? Ну, не знаю, она такая наклонность. Типа, как в фильмах ужасов, типа, ты фу. Да, и вот в шоу. В чужой. В сюрприз, мотфу. По идее вот это вот, когда из дыма ее лицо появляется, это же телекомпания «Вид». Да, блядь, там примерно так и было. А, блядь, на вот этой старой хуйней вы смеете? Ух, короче, что-то у меня реально флэшбеки сейчас пошли. Прости, прости, что напомнили, но... Да, у меня травма до сих пор. Ты сильный, что рассказываешь нам об этом. Спасибо, что слушаете. Олег, ты должен выговориться, ты... Да, я надеюсь, что она реально посмотрит, одумается. Почему она так делала? Перестанет ходить по хатам, да? По сути? Мне кажется, она смотрит это видео и хавает туда. У кого-то на хате. Жаркое. У 14-летних до сих пор. Ага, и она тебя засасывает. Да, и, короче, я от неожиданности... Прям вот жёстко. Да, и прям... Это прям французский поцелуй? Французский. Типа. А она тебя держала за голову? Ну, я не помню там деталь, типа такого. Такого. Я, короче, это было типа... Видишь, мгновение, Олка, я отталкиваю и начинаю плакать, короче, от меня жить вместе, блядь. Не знаю, я растерялся, я начинаю ныть, блядь, короче, плакать. Ты такой, знаешь, ты такой отходишь, плачешь, всё такой, а почему ты спросила, ебался ли я? Блядь. Короче, я разнылся. И самое ужасное, в момент, когда я начинаю плакать, ныть, в этот момент Динара, блядь, заходит на кухню. Блядь, это пиздец, позор, блядь. Она, короче, заходит, я, короче, плачу, поднимаю глаза, вижу Динару, ещё больше, потому что, сука, она это увидела. И дальше гениально. Короче, я плачу, пиздец, мне плохо. И Динара подбегает, но, не знаю, у нас какая-то симпатия, мы тоже, детьми, блядь. Чего случилось, чего случилось? И вот этот Анжел Панк. Да хуйня ваша, Бека, чему, нахуй. И, блядь, сидит, блядь. Блядь, короче, я ещё и чмо, короче. Пиздец, схавал мой еду, блядь. Испортил мне ветеринку, нахуй. Вообще, все мои планы коту боркость. Блядь, братан, есть такое, есть такое ощущение, что ты когда-то давно ей что-то сделал плохое, да? Блядь, по-любому тебя. Тебя пришла ебашить какую-то конкретно. Блядь, короче, ужасная вот такая вот история. Вот такая вот история. Браво. А за что тебе стыдно? Тебе стыдно? Во-первых, во-первых, блядь, она... Не трогать раз первого на человека. Во-вторых, я расплакался. Во-вторых, то, что перед Динарой расплакался, поцеловался, блядь, с существом каким-то, можно сказать. Блядь, реально, она мне в кошмарах, типа, снится. То есть по? Да, я, блядь, после этого... Это твой первый поцелуй, по сути? Такой, с языком, да. Блядь. Причем с говяжьим. Ужасно. С мучком. Такая, блядь, травма, травма. Ты сейчас жаркое можешь, Халли? Вообще, если честно, а еще я скажу так. Моя самая любимая еда, я обожаю картошку в любом виде. Но не жаркое, блядь. Я после этого ненавижу, нахуй, жаркое. Если там кто-то готовит, то тебе надо. Ну, типа, да. Плюти, закрываешь. Кто-то готовит и в дверь звонят. Вау, супер. Давайте похлопаем, это было очень круто. Спасибо. Реально, у меня было ощущение, у вас тоже такое было, что вы не слушали историю, а смотрели кино только что? Потому что вот вроде бы он вот этот 14-летний парень, а потом он же вот эта вот шмара. А вот этот образ, который у тебя везде есть. Ага. Это что за... Откуда ты эту женщину... У меня нет, Тан Шоупан. Я не снимаю ее. Не найдет она тебя успокоит. Это, кстати, это же на ютуб пойдет, да? Да. Программа по защите свидетелей. Привет, Тан Шоупан. Привет, Тан Шоупан. А что ты боишься, что она тебя... Нет, я имена... Ты сможешь опознать ее? Опознать ее сможешь? Я, на самом деле, не нашел панзовый, если честно, по-другому я ей специально... Я не буду говорить, зачем она, блядь, узнает, увидит, вспомнит. Эй, брат... Понимаешь, ты сейчас просто на всякий случай тебе скажу, скорее всего, она тебя не запомнила. Ну, скорее всего... Вряд ли она... Да. И, возможно, если бы ты сказал ее настоящее имя, это был бы один человек. А, возможно, таких было много людей, которые залетали на такие вечеринки. И они сейчас сидят, загоняются, и ты говоришь это, и они такие, это он был. И они все начнут тебя искать. Бля, кажется, ее звали Мадина, если честно. Я примерно сейчас вспомню. По-моему, по-моему. Гава просто развел тебя на имя. По-моему, Мадина, да. Да, как Таншулпан на поцелуи. Вот, ты прикинь, это был первый поцелуй, офигеть. Да. Охренеть. У тебя какой первый поцелуй был? Причем он этот... Хотел с Динарой. Да. А получил Таншулпан. Ты прикинь, какое ожидание реальности? Это самое худшее ожидание реальности. Да. Про травмы на всю жизнь. У тебя какой был первый? У меня просто с девочкой. С девочкой. У меня тоже девочка, просто она взрослее была и чуть-чуть. В два раза старше. Кстати, двадцать восемь. Она у меня была. Это же статья, блядь. Да. Пиздец. Ну сейчас поздно уже, Бека. Сейчас поздно. Один ворует ковры, другого чуть не изнасиловали. Тут в натуре уголовная фигня какая-то. Да. Когда у тебя был первый поцелуй? Я первый раз поцеловался с женой. Ой, блядь, подрезанный. Я тоже сходил. Ты тоже на свадьбе? Да. Давайте, Беке, поаплодируем. Обалденная история. Давайте, Беке, поаплодируем. Ну и сразу же поаплодируем Берджану Хабалбаеву и его постыдной истории. Блин, я, короче, больше такая поучительная. Скучно, скучно будет. Ну, от вас тоже есть. У меня в... Ну, у Беке тоже поучительная. Года четыре. Лет пять назад у меня была, короче, жесткая депрессия. Ну, прям жесткая. Я похудел на 30 чем-то килограмм. Лет пять назад? Лет пять назад, да. Сколько будет по килограмму в год? Да, я, короче, похудел сильно у меня в жизни. Я думал, ты с диетологом похудел. Потом еще с диетологом. А, недостаточно похудел. Не, я потом набрал, а потом похудел. Ага. Жизнь меняется, ага, он, блядь. Ты, капец, Киану Рис, блядь. Не, а сколько ты весил? Девяносто. Шестьдесят, да, сто? Шестьдесят. Шестьдесят. Тридцать килограмм, видишь, как у меня идут? Да, да. Хорош, хорош. Чему-то научила тебя, Тан Шелпан. Это все МГТУ. Да, короче, и была депрессия, было тяжело очень в жизни. Все не ладилось. То ли дело сейчас, да, где я сейчас? В мятой рубашке, блядь. Да, и, короче, я с другом об этом делился. Вы все его знаете. Шехлаз Вермек, да? Московский комик. Который тоже похудел. Да, звезда ТНТ. Жертва сырного соуса. Да. Шехлаз Вермек. Я с ним делился. Он постоянно видел, в какой я депрессии нахожусь. И сказал, я уже не могу на тебя смотреть. Хочу кушать. Тут вечеринка у четырнадцатилетних. Пойдем к ним. Где моя норковая шума? Юги. Вот, и он видит, не может на меня смотреть. Говорит, не звони мне по видеозвонку. Он не может смотреть на меня и говорит, надо в порядок себя приводить. Есть вот один человек. Да, это он тебе говорит. Ладно, все. Есть вот один человек. Очень сильно. Есть один человек. Очень сильно тебе поможет. А я уже там психотерапия. Вот это все. Я такой, нет. Мне ничего не поможет. Я, короче, в эмо превратился. Понял? Ну, только без прически. Сижу и говорю, нет. Все. Просто глаза подкрашены. Глаза подкрашены. Да. Ну, это. И умирают. Да. И он говорит, нет, так не пойдет жить. Давай, есть один человек, короче, он тебе поможет. Я такой, ладно. Он мне дал контакты. И я вообще сам по себе скептик. Я не знаю, как вы. Я вообще. Все, что вне учебников биологии и физики, я вообще. Типа веришь только в фистики и печеньки. Да. И в Таншалпан теперь. В карму. Вот. И гипноз, говорит. Гипноз. Я пошел на гипноз. И со мной пошел мой друг. Другой. Еще один друг. Мы пришли туда. У тебя два друга? У меня два друга. Всего два друга, получается. Прикинь, опять депрессия началась. Загоняться пошел? Да. Да. Мы пришли туда. Я просто разговариваю с этим чуваком, который гипнозистер. Просто разговариваю. И в какой-то момент на меня друг в шоке смотрит. Говорит, что с тобой происходит? А я на него смотрю и чувствую, что я плачу. Вот прям водопад. Я реально, я в это вообще никогда не верил. Он мне, когда рассказал про этого человека, он скинул мне видео и говорит, вот смотри, там по КТК же есть вот эти, которые? Вот эти, которые? Я такой. Да, да, да. И Шпировский как это? Это то вообще? Ну, примерно, примерно. Я такой, ты серьезно? Ну, я к тебе пришел, да? Ладно, деваться не надо. Какой возраст, блядь, Шпировский? Я, короче, плачу. Я потом встаю. Я не понимаю, как я встаю. Я себя не контролирую. Он меня вот так в лоб трогает. Я ложусь. И вижу, что-то вижу. Поняли? Я говорю, что Таншалпан не умел. А дай это делать. Есть ощущение, что если в Казахстане будет снимать панно, то там будет не клоун, а Таншалпан? По-любому. И все, и ты... Я лежу, вижу что-то. А у тебя вот это горело, типа, когда до пяти досчитай, вот это все? Ну, типа, часы перед тобой нечали. Нет, нет, вообще ничего. Я вот в этом шоке, что он просто со мной разговаривал. Фильмы не смотрел, что ли? Нет. Нет? Это в Алмате вот этот человек живет? Да, да. Обратиться хочешь? Нет, я просто вот по-любому где-то в жопе, да? Почему-то такие люди в лекаре где-то, типа, механическая 12-б. И туда ехать, типа, три часа, блядь, пиздец, мило. Еще ищем, ход со двора, типа, блядь. Атмосфера такая жуткая. Нет, там... Ну, короче, нормально он жил, да. Он приходит, он, короче, начинает что-то говорить мне. И я просто вижу какие-то яркие картинки, блядь. Он говорит, ну, типа, видишь яркие картинки. А он тебе до этого что-то давал? Вообще нет. Жаргоя не было. Ничего не было. Никакой подготовки, никакой подготовки. Да, я лежу, у меня просто какая-то презентация powerpoint. Понял? Вся моя жизнь. Вот реально, такой у меня... Вот эти картинки. Фу. Да, да, да. Такой у меня фиговый монтаж даже в голове. И, короче... Ты вот этой... Своей рубашкой двигаешься везде. Да, да. По своей жизни. И, короче, вот так все двигается, двигается. И мой кент отошел в другую комнату. Потому что сказал, он при тебе стесняется, типа, испытывать эмоции. Он ушел, мой кент. Но дверь оставила открытой. Типа, если переживаешь за него, можешь смотреть туда. Прости, это Чина был. Не-не, у него два друга. Ага. Чина был в это время где? В Караганде. Ну, реально. Раз уж мы в контексте. И, короче, вот этот друг сидит. И потом я выхожу, и мне реально легче становится. Поняли? Ну, типа, мир яркий, светлый. Сразу там. Сеечки вот это все, да? Все такое красивое. Там, светофоры заработали. Прикинь? Ну, все, короче, круто. Ремонт. Дорог закончился. Вот это все. И иду, короче, все хорошо. И он говорит, но действие на три часа. И три часа спустя действие прекращается. Ну, вот. Это бифетрон называется. Ты слишком толстый для знающего человека. Все, все, все. Он спортсмен. И, короче, вот, он мне говорит, если хочешь, можем с тобой еще пару сеансов таких. Или есть еще один способ. Но уже платно. Есть еще один способ. Быстрый, за раз. Я такой, что за тема? Пристос, типа. Типа, как удостай, побыстрее получишь. Да, да, да. Что за тема? Он там называет сумму, в следующий раз приходи. И три часа проходит, реально у меня депрессия. А ты не можешь сумму рассказать нам? Подожди, через три часа проходит депрессия или проходит действие вот это хорошего? Я сам запутался. Вот это действие. Он мне сделал гипноз. Три часа я в таком... Типа, счастлив, счастлив, нереально счастлив. Нереально счастлив, реально. И три часа проходит, я ровно, я все в депрессия китай. Отпустил и опять депрессия китай. Опять я эмо, да, сижу вот так. На электросамокате. Да. И он мне говорит, все, приходи на следующий прием. Быстро все сделаешь, за один прием сделаем. Я говорю, что за тема? Он говорит, узнаешь. Я прихожу туда в назначенное время. Я ему говорю, да, я верю вам теперь. Я верю тебе, мне плохо. Я верю вам. Приду к вам. Прихожу к нему и он мне дает пакетик. Не с порошком. С какой-то сушеной хренью. Чай, да? Это айаваска, да? А? Айаваска, чай, да? Что за молодежная опять тема? Мы тут Джессику Альбу вспоминаем. А сам? Он мне дает, короче, вот такой порошок. Говорит, на, ешь. Вот вода. Порошок или... Ой, ой, ой. Не, я шучу. Причем он говорит, на, ешь, сейчас менты приедут. Давай быстрее. Быстрее ешь, суй везде, бля. Короче, сушеная фигня такая. Какой-то растень. Белый, светлый. Ну, мы с ним поговорили. На что похоже? Типа, на кухне на что похоже? Похоже, знаешь, вот в китайских ресторанах. Бывали там вот это, есть же сушеные эти? Грибы. Как? Сушеные что? Короче, это были грибы? Грибы. Так бы сразу и сказал. Я на тот момент не знаю, я алкоголь в принципе вообще не пью. А это не алкоголь? Не курю. Ну типа я ничего не употребляю вообще. И типа он мне дает, я такой, ну, наверное, что-то вкусное. Беру и, короче, он говорит, щас, щас, щас начнется. А я, типа я знаю, что у меня, ну типа я всегда, если что-то у меня там какие-то лекарства или так далее, я всегда на тревоге. Всегда на измену сужусь. С чего бы, да? Казалось бы. Казалось бы, да. Я всегда сужусь на землю. Он мне дал кусочек, я поел такой, сижу просто, сижу. И проходит секунды-две, он такой, на еще, и пакет вот так весь мне слиет. Побольше, ауген уже. Да, ведро. Дает, я такой, не-не-не, не стоит, и ем. И сижу в комнате, и знаете, там вот этот вот ковролан, вот этот серый, знаете, помните, раньше были 90-х у всех на хатах. Сейчас, сейчас, расскажи побольше. Ну ты, когда маленькими коленями ползаешь, и жжет здесь вот так, вот так. Да, да. И просто под ним начинают угри плавать, поняли? А мы не в аквапарке. Угри плавать, вот эти обои начинают, треугольники, короче, вот так мотаться. И я такой, ну все, началось с ним, говорит, пойдем. Куда? Ну вот, у него там офис большой, говорит, пойдем. Уводит меня в другую комнату, там включает на мониторе этот, там видео идет, в юго-восточной Азии где-то. Короче, ты, типа, на лодке едешь, вот так от первого лица, и кресло капец удобное. Я в жизни в таком удобном кресле не был. Я потом забрал его. Там еще ковер был, братан, кстати. Вообще, ты бы видел, бля. Все-все, выезжаем. Сижу, короче, и вот, вроде нормально. Я на панике, что у меня сейчас начнется что-то. Я сижу, вроде нормально, нормально. И потом в какой-то момент кто-то начинает звать о помощи. Поняли? В лабиринте, в центре лабиринта я вижу, кто-то о помощи зовет меня. Я такой, ну, надо искать человека. Естественно, да? Срываюсь, сломаю кресло ему. Он мне вот так лоб трогает, и я опять отключаюсь. Просыпаюсь уже в этом кресле. Изнасилованный. Нет, я просыпаюсь в этом кресле, короче. И он что-то говорит, говорит, говорит. Я на него поворачиваю. У него вот так, как у Богомола жесть, вот так, глаза. Вот так меня обволакивает, понял? Как GoPro он меня видит, я так понимаю. Со всех сторон смотрит меня, понял? И я сижу, потом смотрю в окно. В окне ничего нет вообще. Пустота. Все, пустота, короче. И я начинаю гнать там уже жестко. Я выхожу, там огромный офис. Только здесь ты начинаешь гнать. Да. Это все я каждый день вижу, брат. Ага. Да. И там 4 или 5 комнат в офисе. И я просто из одной комнаты выхожу, в другую захожу. Понятно? Ну типа и туда же захожу. Выхожу из комнаты и туда же захожу. Прикинь. Реально. Я, в смысле, все это вижу. Я не сам, как придурок, так разворачиваюсь просто. И реально выхожу. И он там везде стоит, вот так на меня смотрит. Типа все под контролем. Я, короче, сижу, выхожу туда, сюда. Пытаюсь выйти, что-то, что-то. Начинаю орать, паниковать. Мне звонит мой начальник. Мне звонит мой начальник. Говорит, все нормально с тобой, ты только что звонил. Я такой, нет, не звонил. И тут опять разворачиваюсь. Этот тип мне вот так лоб трогает. И я опять вырубаю из пря. Я раз 7 там вырыбался. Он тебя не трогал, а бил. А, я все замедленно видел просто. Так удар быстрый был. И я сижу, короче. И в какой-то момент я начинаю думать, что я в... Ну, короче, у меня в мозгу... Ну, с ума сошел я, поняли? Никогда в жизни наркотики не принимал. Ничего не принимал, никакие препараты. И тут один раз принял и сразу меня вырубил. Наркотики это зло. Да. Это зло. Грибы тоже. Смотря какие. Шампиньоны, например. Жаркое добавить, вот так нарезать. С лучком. С лучком совсем. Да, я короче сижу, я в какой-то момент начал думать, что я замкнулся у себя в мозгу. Поняли, что я где-то вообще... То есть ты в какой-то цикл попал. Да. И я сижу, я думаю, что я вот, поняли, в коляске вот такой, меня мама везет. И я прям видел, как мама меня везет, говорит, вот долбоеб. Вот так. А прикинь, сейчас этого всего нет. Вот. Я об этом и говорю. В итоге этого всего нет. Ты не популярен в инсте. Ты сейчас просто там у него, сейчас ты глаза откроешь, и он опять тебе... Блин. Тогда посуду мыть не надо, да, дома все получается? Плюсы находить в этом. Все, я короче думал. Начинаю думать, что я замкнулся. Потом он мне говорит, ты должен отпустить там, типа, смерть, туда-сюда, ла-ла-ла-ла. И я начинаю думать, что я умер. Он мне говорит, ты должен не переживать о смерти. Я такой, я походу умер. Понял? Вот так обратно все работает. В какой-то момент я лежу, уже такой, короче, и такой, бля, нет, я все, я. И срываюсь. Срываюсь из офиса. И опять в ту же комнату возвращаюсь. Он меня берет, говорит, все, пойдем, ты меня заебал, говорит. А он до этого спокойный, поняли, мастер шифу вот такой был. Вообще его не удивляет, ничего. Он же маленький такой. Он же маленький. Я говорю, пожалуйста, отпустите меня. Его вообще ничего не удивляет, поняли? Ну, типа, я и беспредел творю, и мне чуть-чуть неудобно перед ним. Конечно, его удивляет. Воспитание, воспитание, понял? Я хоть и наркоман, но воспитанный. Мне неудобно перед ним. Он такой, он его ничего не беспокоит. Он просто меня в лоб трогает и вырубает, когда ему интересно. Все, когда мне интересно становится, точнее. Но тут, короче, когда я срываюсь, опять в комнату бегаю, он говорит, все, пойдем, воду тебе дам, короче. Ну, вы поняли. Проблюешься, все выйдет, отпусть. Верни грибы. У меня следующий клиент в отвагу пойдет. Ты его порцию схавал, блин. И, короче, он говорит, все, пей воду, иди там в туалет. Я в туалет стою, он рядом вот так стоит. А там вот это, знаете, граненая такая бутылка, пятилитровка. Такая, будьте здоровы. Видите, правда. И граненая такая бутылка. Я, короче, ее пью, и ничего не получается. Пью, пью, и в какой-то момент она превращается в личинку, прикиньте. Прям вот так ртом в рот мне орет зубами. И я такой, таншалбан, блин. Она, короче, прям вот, ну да, типа чужого, короче, орет, я ее в него выкидываю. Ты охуял, что ли? Уже в цвет мне прям говорит, вырубает меня. Ну, здесь уже по приколу чисто. Я просто чисто себя айфоном чувствую, понимаете? А то блокируют, заглядывают, потом опять вырубают. Сенсорный бизнес. Да, и все, я, короче, этот, я лежу и думаю, что я уже сдох. И я такой, да, сдох и сдох, и меня отпускают, прикиньте. Прикинь, история закончится тем, что типа, и вот, я умер потом. Нет, реально, я, короче, когда осознал, что я сдох, меня отпустило. Ну, типа, осознал, что я умер. И все? Да. А пиши вот этого чувака, как он выглядит, сколько ему примерно? Ну, он такой, короче, серая шляпа длинная у него. Борода, посох такой. Как Гендель. Да. А ты с Чиной до сих пор дружишь, да, после этого? Да, нет, смотрите, в чем прикол еще. Он мне говорит, короче, все у тебя там, мы настроили тебя, ты там будешь там туда и сюда, а я в панике, поняли? Ну, у меня сразу страх. Всем совет, поучительная история. Почему? У меня жуткий страх был потом, что, ну, нам чего угодно могут подсыпать. Хавайте вообще везде аккуратно. Вообще стопудово, стопудово. И он мне говорит, все, настроили тебя. Я реально себя легче чувствую, но временно. Он мне говорит, смотри, сейчас главное поменять свою жизнь. Поменять свою жизнь, и тогда вся депрессия уйдет. Ты должен там, начать слушать новую музыку, новые привычки завести, спортом заняться, найти новую работу, там, машину поменять, место жительства поменять. Он очень нетипичный барыга. Ха-ха-ха. Да, да. Или ко мне подойдешь в конце. И, короче, ты должен все поменять, только тогда это сработает. Если ты не поменяешься, то это не сработает. И я на следующий день просто купил новую футболку и все. Ха-ха-ха. И все, кардинально поменялось. И нет, ни хера не поменялось, да. Я потом сам вылез из депрессии, поэтому наркотики зло. Да. И грибы тоже. Вау, спасибо тебе. А есть ощущение того, что вот, типа, желтая поменяется в жизни, он говорит, новая песня, новая одежда. Да, да, да. Ты и так, блядь, поменяешь свою жизнь, если новое все сделаешь? Блядь, точно. Ты ему тоже деньги закинь? Сколько должен? А теперь до троса долбай. Все. Спасибо большое. Это был Биржан Кабубаев. А теперь нам нужно будет расставить баллы друг другу. Смотрите, вам нужно будет расставить баллы стыда. Если по стыдной истории два балла, если менее по стыдной один балл. Начнем с Асхата, пожалуйста. Ну, я тут не в обиду. Беке два балла, два стыда от меня и Биржан один. Отлично. Три балла. Три балла. Нет, двойму один пил. Ты можешь два поставить или один? Да. Каждый бы я должен. Теперь, пожалуйста, Беке. Мне ставить балл? Да. Я ставлю два балла Асхату и балл тебе. У тебя два. А? Нет, ничего, ничего. Теперь Бирж? Ты? Типа жрать наркотики не постыдно? Ну, ладно. Ну, не в обиду. Два балла Беке и один балл Асхату. Да. Итого, получается, у нас Биржан, ты проиграл. Какое задание? Нет, ты же говоришь, ты же не будешь давать сам? Да, у меня такое же, на самом деле, здесь уже не так понятно. Смотрите, у нас получается так, что Бека он выиграл. Бека, ты сейчас будешь выбирать задание, которое должен будет сделать Биржан. Не смотри на меня так. Ага. Где задание? Да, вот у нас есть разные карточки, здесь разные задания. Что такое? В жопу болит. В жопу болит? Ты не на тот стул сел. Ты, может, там не ту историю рассказал. Бля, вы что не убрали? Бутылку. Так, что? А, рандомно или я должен выбрать? Да. Выбираешь то, что... Выбираешь рандомно. Рандомно, да? Давайте. Просто одну карточку. Там что-то плохое, а? Так. Так. Так, Биржан. Ходить по улице и просить деньги. До пяти тысяч тенге надо собрать. А, до пяти тысяч я и так хожу, так, бля, прикинь. Да, все? Сейчас? Ты пять тысяч. О, до пяти тысяч тенге просто сходи по городу, да? Собери и куда-нибудь. Просто сходи, просто сходи по городу. Ага. По сто тенге, по тысяче кто даст. И на благотворительность, да? Да. Пять тысяч куда-нибудь. Да, все, супер. Давайте поаплодируем. Спасибо большое, ребята, что пришли. Давайте поаплодируем. Сегодня с нами были Асхат Ибитанов, Биржан Табулбаев. Спасибо большое. И Бека Изи. Спасибо. Привет. Это наказание для стендапа «Астана», для шоу истории. Потому что я не рассказал достаточно постыдную историю. Теперь у меня будет достаточно постыдная история про то, как я собираю мелочи. Спасибо. Ага. Я извиняюсь, я собираю деньги на развитие стендап-комедии на молодых комиков. Сколько не жалко? Мелочь, может быть, у вас есть? Семьсот один? Спасибо большое. Спасибо. Собираем деньги на развитие стендап-комедии. Пятнадцать. Спасибо большое. Извините, можно? Не-не-не. Дружище, слушай, мы собираем деньги на развитие стендап-комедии. Писто пять? Ага. Пистот шесть. Ага. Пистот шесть. О, нифига себе. Спасибо тебе большое. Мы собрали 478 тенге. Я думаю, для развития стендап-комедии это достаточно.